хочу пока еду про инструмент закончить одна ремарка сначала название festal кажется парализует способность думать у людей сразу логическая цепочка festal равно дорого неоправданно и так далее и пошел поехал мы говорим на самом деле не какой-либо марки а говорим в принципе о понятии качественный инструмент то есть те времена когда я жил на украине я жил довольно бедно ну вот я вам так скажу это вопрос приоритета всегда покупка качественного инструмента или ты бежишь я забыл как тогда назывался польский какой-то там на самом деле это делалось китае забыл просто как назывался из четырех там букв это польский инструмент шпателя продавали всякую строительную херню вот такие одноразовые вот но я шел искал более дорогой на тот момент но можно было найти потому что еще очень много было навалом там советские какие-то аналоги то что выпускалась но в основном это конечно казалось касалось муменчиков плашек сверл вот всяких там задних передних бабок станкам подачей суппортов и всего остального но я к чему веду на тот момент качественнее так сказать ничего не было но она и сейчас некоторые вещи до сих пор не уступают по качеству тому что сегодня на рынке потому что все производители сейчас снижают свое качество ну как бы это за запланированная поломка на производстве условно для того чтобы через время опять покупали это касается к сожалению фестула меньшей степени но но касается уже я с этим столкнулся так вот чтобы давайте будем говорить так чтоб это самое про просто про качественный инструмент первое возражение которое мне там это самое ну ты там во франции живешь а у нас тут другая покупательная способность у нас люди не оплатят это это неоправданно дорого и пошел поехал я повторюсь если мы будем зло и правдиво можно сказать беспощадно смотреть на себя самих то мы очень быстро придем к выводу что мы не хотим работать я вот это говорю не однажды дело в том что это понять можно только здесь что мы не умеем работать и не хотим работать большинстве своем а те единицы которые умеют и хотят они нормально себя чувствуют вот чем дело то есть надо искать причину в себе это первое второе повторюсь опять это вопрос приоритета я ходил пешком пешком ходил центр города на рынок чтобы сэкономить на маршрутке и оттуда я шел пешком чтобы сэкономить на маршрутке там несчастные полторы гривны или что такое в это время было но это была стоимость сверла одного на рынке тогда я понимал что у меня будет ровно на одно сверло r6 m5 сделанное по всем законам так сказать производительного искусства понимаете то есть это вопрос приоритетов у тебя нет денег на хороший инструмент перестань курить откажи себе в пиве традиционном каждый вечер еще в чем-то ты можешь спокойно найти статьи расходов своих которые ты можешь безболезненно урезать относительно я не говорю там отрезать от ребенка или от жены я говорю от себя отрезать если ты мастер поэтому я настаиваю что проблема не в том где мы географически находимся проблема у нас проблема в наших технологиях способности мыслить менталитете то есть проблема в чем угодно но явно не в том что вы не можете себе позволить там качественный инструмент вы его можете себе позволить просто вы не хотите его покупать вы хотите вложить ноль и получить мы сто процентов условно прибыли так не бывает просто не бывает вот чем дело поэтому плюс надо понимать что кроме всего прочего если ты хочешь конкурировать серьез современном мире то ты должен быть и продавцом удачным если у тебя нет возможности сотрудничать с магазином с архитектором и так далее в одном лице ты должен какое-то эстетическое чувство иметь внутри себя то есть все таки быть какой-то мере художником ты должен быть как в какой-то мере экономистом да то есть понимать а стоит это затевать или не стоит а вот это можно а вот это не можно некая прозорливость у тебя должна быть то есть что на рынке можно такое предложить чего еще нет или слабо развита то есть или в каком сегменте можно собрать ту работу в один кулак которую никто не хочет попросту делать но она есть на самом деле и и объем на рынке работы которые никто не хочет делать достаточно для того чтобы вы такой перец умный вот взялись за это дело и что-то из этого вышло да то есть тут весь вопрос только в вашей способности мыслить и поверьте на слово у вас сразу по-другому вы найдете деньги и на инструмент на качественный и на приспособление на оснастку для того чтобы начать начинать самое тяжелое там говорили в автошколе даст старичок сталинских времен самое тяжелое это сдвинуть машину с места а потом идет по накатку поэтому начинать всегда тяжело вот это объективно тяжело это требует терпения это требует веры в то что ты делаешь это веры настойчивости какой-то да и конечно не последний момент но это от нас не зависит это удачи да фарт но на него нельзя списывать вот не пофартило вот у меня что-то не вышло говорят китайцы да самое темное время суток перед рассветом поэтому я настаиваю если у вас нет денег на качественный инструмент ищите проблему в себе вот это в общем суть шестиминутного ролика значит в вас конкретно лично у вас что-то не так и честно не принимаю аргументы ты во франции вы ничего про меня не знаете для того чтобы судить насколько мне легче стало во франции или нет я же во франции если честно повзрослел из меня уже не проведешь вот я масса вещей которые говорят там в эфире в том числе и володя но он работал китай он не жил там я 14 почти 15 лет во франции в капиталистических отношениях все ребята не надо говорить о том о чем вы не знаете мне во франции точно так же как вам на украине в россии и так далее не больше и не меньше точно те же проблемы точно так же идет дождь точно так же хочется кушать точно так же везде за все надо платить